Друзья, 10 часов и... Сколько точно времени? 10 часов и 8, примерно, мне кажется, да. Это телерадиоканал Страна ФМ. Ещё раз доброе утро всем. Ну и сегодня у нас прекрасный... Во-первых, прекрасный гость у нас сегодня в гостях, а вообще прекрасные гости. У нас сегодня в гостях Аделина Моисеева, лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов, среди которых молодые поют джаз. Правильно я всё сказал? Да. Дельфийские игры, правильно же. Четверть финалистка проекта «Голос» и постоянная участница музыкального коллектива «Капелла Экспресс» Аделина. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Ну, мы договорились на «ты» за кадром, поэтому я думаю, что так будет проще. Спасибо, что пришла. Мы ждали. Пожалуйста, представь в начале нашего эфира музыканта, гитариста, который будет тебе сегодня аккомпанировать. Сегодня со мной мой компаньон и по жизни, и по музыке Игорь Брежнев. Он также является композитором всех наших авторских песен. Игорь, доброе утро. И тебе. Спасибо, что пришли ещё раз. Слушайте, ну, ребят, давайте начнём с того, что у нас ведь есть большой и серьёзный информационный повод. Потому что 2 августа в клубе Козлова будет сольный концерт. Как вот написана авторская программа? Аделина, расскажи о ней подробнее, пожалуйста, что это будет, что за авторская программа? Это только песни будет или с вкраплениями там? Я не знаю, потому что авторская программа так звучит всё очень серьёзно. Да, серьёзно. Нам самим очень, честно говоря, боязно и страшно, потому что мы впервые представляем на суд полный концерт нашего авторского материала. Риск ещё в том, что практически 90% из этих песен их нет в сети, на социальных платформах, на музыкальных платформах. Соответственно, люди будут слышать эти песни в первый раз. То есть обычно как делается? Записывается альбом, потом делается презентация. Здесь люди вот так вот напрямую с нами будут знакомиться с нашими песнями. И плюс к этому будут небольшие вкрапления поэзии, так как я пишу тексты ко всем этим песням. Там периодически будут проскальзывать мои стихи. То есть, в общем, должно быть интересно. По крайней мере, мы так готовим, мы так думаем, мы себе это представили. Я предполагал, что будут стихи, поэтому и задал такой вопрос, в каком формате всё это. Ну а если перейти к музыкальной части, да, вот этого концерта сольного, он будет, это как будет? Анплакт, полуакустика или электричество полностью с группой? Да, это будет полностью абсолютно с группой, с вкраплениями электроники, потому что у нас есть человек, который играет, да, на синтах. Нет, нет, он клавишник, да, но всё это как бы звучит, немножко плейбэков будет, да, то есть и, в принципе, будут песни, они абсолютно разноплановые. То есть там будет и рок, и, в общем-то, будет немножко и соул, и хип-хоп, да. Да, то есть канва общая, она за счёт текста и за счёт аранжировки, которую делает нам один человек, да. Но есть песни, которые написаны абсолютно только мной, то есть там и музыка, и слова мои, но большинство, конечно, мы вместе с Игорем написали. Слушайте, давайте, ну музыканты друг друга понимают, давайте поясним, сейчас многие вздрогнули, мне кажется, при слове плейбэки, что это такое вообще? И люди такие, а что, о чём, собственно, речь? Это, скажем так, аранжировочный такой момент, когда мы помимо живых инструментов добавляем немножко записанных звуков. Голосов, инструментов каких-то чуть-чуть? Да, да, чуть-чуть инструментов, это буквально совсем немножко, но это есть. Ещё раз, это будет 2 августа, то есть совсем скоро уже, вот на этой неделе, да, в конце недели. А по, скажем, таймингу, по времени, сколько это будет продолжаться? Ну примерно так, плюс-минус. Это два отделения по 45 минут. А, это даже два отделения? Да, конечно. В перерыве люди смогут передохнуть, что-нибудь съесть, как обычно бывает. Да, обсудить. Да, обсудить, антракт небольшой. Концерт состоит только из авторских песен. Мы добавим 2 наши любимые песни, мы поняли, что всё равно, может быть, людям нужно немножко отдыхать от такого потока новой информации, да, и мы подготовим 2, пока не можем сказать какие. Это пока секрет ещё, то есть узнай те, кто придёт на концерт. Да, 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 вот, но это будет что-то альтернативное, что-то концептуальное, то есть это не какие-то, к сожалению или к счастью, популярные песни, да, то есть это что-то, то, что люди, скорее всего, у них это не на слуху, вот, но это очень любимые, очень любимые нам композиции. Слушай, мы можем открыть небольшой секрет сейчас, прежде чем прервёмся. Дело в том, что, друзья, Аделина споёт живьём, поэтому у нас сегодня гитара, совсем скоро всё это будет. Сейчас небольшой перерыв, 2-3 минуточки, и мы продолжим и вернёмся в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Доброе утро. Друзья, ещё раз доброе утро всем, кто прямо сейчас смотрит телерадиоканал «Страна.ФМ», этим прекрасным, хотел сказать, мне что-то хочется сказать, что сегодня пятница, а сегодня понедельник, всё намного хуже, хотя прекрасно, потому что вы к нам пришли. Аделина Моисеева сегодня у нас в гостях, и помогает Аделине сегодня Игорь, который, собственно, с гитарой пришёл, и это говорит о том, что совсем скоро у нас прозвучит вживую песню, ещё и не одна, насколько я понимаю. Это здорово. Аделина, хотелось спросить всё-таки, ну, такой традиционный вопрос, но он, правда, очень интересный, потому что вот по поводу истории создания, как возникла идея вообще, да, вот этого сольного проекта, то есть ты с детства понимала, что ты пойдёшь вот в сольное плавание, будешь делать то, что тебе хочется, или кто-то тебя направил, там, как-то родители сыграли какую-то роль, друзья, знакомые. Ну, что касается музыки, направила меня мама, я везде об этом говорю, это абсолютная правда. Она музыкант? Она хореограф, ну, как бы... Ну, рядом. Очень рядом, очень рядом. Я не знаю, это даже больше не про музыканство, а просто про женскую интуицию материнскую. Вот, и даже в несознательном возрасте она меня повела, поэтому, когда я уже была в сознательном возрасте, я уже знала, что музыка — это уже часть моей жизни, уже неотъемлемая. То есть в три года она меня повела в ансамбль. Ну, достаточно рано. Это достаточно рано, поэтому я мало что из этого помню, то есть понимаете, да? А теперь это не важно уже. Да, вот понимаете. Вот, а что касается собственных песен, я их начала писать в колледже. И вот, кстати, песню, которую мы первую сыграем сейчас у вас в эфире, это была первая песня, написанная нами с Игорем. Вот, это было «Студенческое время». Я тогда слушала разную музыку, я, в общем-то, ее и сейчас слушаю абсолютно разную. Вот, но мы тогда больше, наверное, склонялись к джазовой музыке, и поэтому песня вот эта, которая будет, да, она более, наверное, джазовая, легкая, более акустическая вот в таком вот плане. Слушай, ну, поскольку мы сейчас говорили о песне, да, вопросов еще кучи всяких разных, мы на них ответим, ты на них ответишь чуть позже. Давайте прямо сейчас к песне перейдем, что за песня, как называется, и поехали вперед уже. Песня называется «Два билета», мы хотим слушателям подарить летнее настроение. Вот, она о самом главном, что может случиться летом. Ну и давайте будем петь, друзья, Аделина Моисеева прямо сейчас вживую с гитарой, не без помощи Игоря, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Поехали. С ветром проносятся поезда туда-сюда, туда-сюда, кажется, только вчера была зима. Ну, а сегодня мы почти раздеты лето, Слышишь, это лето на вокзале до самого рассвета. Где-то доносятся песни об этом, Прекрасном самом, что движет всей планеты. И эта песня тоже об этом, О самом главном, что может случиться летом. Между тобой и вновь, Между морем и ветром, Решают все всего лишь два билета. Два билета. Третья июль станет очень важным, Ведь мы и в нем встретимся однажды. Ты знаешь, в этом городе может каждый Влюбиться до потери жажды море. Луна и со мною рядом, Тепло твое стало теплым в самом чайке. Над нами поют, чтоб с нами Слиться в одной песне о самом главном. И эта песня тоже об этом, О самом главном, что может случиться летом. Между тобой и вновь, Между морем и ветром, Решают все всего лишь. И в небо понесутся звуки, Один встретится с облаками. Ну, а мы до самого рассвета Сольемся с морем голосами. И эта песня тоже об этом, О самом главном, что может случиться летом. Между тобой и вновь, Между морем и ветром, Решают все всего лишь. Между морем и ветром, Решают все всего лишь. И эта песня тоже об этом, О самом главном, что может случиться летом. Между тобой и вновь, Между морем и ветром, Решают все всего лишь. И эта песня тоже об этом, О самом главном, что может случиться летом. Между тобой и вновь, Между морем и ветром, Решают все всего лишь. Решают все всего лишь. Решают все всего лишь. Два билета. Два билета. Ребята, ну очень круто. Такая настоящая легкая летняя песня, под которую хочется улететь. Сейчас попробовать сделать. Получилось. Спасибо, жикарно, здорово. Но это джаз. Вот это да. Это же все равно, от которого вы хотите потихонечку уйти. Да, я правильно понял? Нет, почему? Ну, расширить, да, скажем так. Расширить, да. Да, потому что я вот даже буквально полгода назад написала песню, которую мы споем на концерте совместно с моим другом. И она абсолютно джазовая, написана в жанре бусанова. То есть я все равно люблю это, я не могу от этого уйти. Вот, поэтому мы просто расширяем. Слушай, Аделин, ну вот смотри, такой вопрос. Понятно, любовь к джазу, понятно, что это совершенно джаз, это вообще отдельная музыка, правда же, да? Совершенно отдельная история. И понятное дело, что это не массовая культура. Ну, у нас во всяком случае, да. Возможно так сделать, чтобы исполнитель как-то смог оставаться и попсом, в хорошем смысле этого слова, в массовом смысле, да, для большого количества людей. И при этом не потерять вот свои вот эти вот джазовые нотки, джазовые корни каких-то, которым придерживаться. Конечно, мало того, у нас в России есть такие исполнители. И их достаточно, да, вот я могу назвать. Значит, это может быть странно для кого-то, но кто поглубже там знаком, например, ну, Леонид Агуджин, это вообще, да, это без как бы вообще без всяких. Вообще без всяких. Ну, без сомнений. Абсолютно. Без сомнений, абсолютно. А, значит, далее, вот, кстати, я недавно слушала альбом. Представляете, у меня из головы вылил. Слушай, а давай, пока ты вспоминаешь сейчас альбом и исполнитель, я думаю, что мы можем прерваться. Ждай, ненадолго уже у нас небольшой перерыв. Давайте две-три минуточки, и снова вернемся, как раз договорим об исполнителях и вообще обо всем еще. Продолжим скоро, друзья. Друзья, еще раз доброе утро. Слушай, телерадиоканал Страна ФМ, Аделина у нас сегодня в гостях. Аделина Моисеева и Игорь, которые сегодня помогают вот с гитарой рядом с ней. Вот, можете в камеру посмотреть прямо сейчас. Я, кстати, забыл напомнить, если к Аделине у вас будут вопросы, друзья, добро пожаловать. Плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Это смс, сообщение, это вайбер и ватсап, как вам удобнее пишите. Ну, и традиционно в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост. Он вот так выглядит, там в комментах эти самые комменты и вопросы можете писать прямо сейчас с большим удовольствием. Озвучу их, и Аделина с большим удовольствием уверена на них ответит. Я бы хотел, знаешь, куда совсем далеко в историю отправиться. Потому что многие артисты говорят, ты говоришь, в три года, да, тебя отдали? Ну да, да. Многие артисты говорят, что вот эта вся история, когда стул, табуретка, гости, и ребенок поет, пляшет, рассказывает стихи. У тебя была эта история? Была, но я отказывалась. У меня тетя уже знает, например, что если я приезжаю домой, то с вопросом, ну, Дель, ну спой, лучше ко мне не обращаться. Я эту историю вообще просто не люблю. Это сейчас уже. И сейчас, а тогда я еще вреднее была. Если сейчас я говорю хотя бы ласково и нежно, то тогда я просто прямо нервничала. Прямо это все так было. Так что, ну, заставляю. Слушай, ну а был какой-то переломный момент, вот уже когда ты себя помнишь, это понятно, не три, не четыре года, наверное, там шесть-семь, может быть, да? Когда ты вот точно определила все, Аделина, я занимаюсь вот только этим и ничем я больше не буду заниматься. Ну, по мере возможностей, естественно. Да, но это было не в шесть-семь, это было попозже. Позже? Да, это было попозже, когда я, наверное, пошла в музыкальную школу. Это было лет, даже не пошла, но скорее вот уже была в классе четвертом. То есть это где-то лет, ну, одиннадцать-двенадцать. Вот, я внутри это знала, сказать об этом маме или что-то, но это как бы я не сформировала еще тогда свою мысль. А уже закончив музыкальную школу, мы с мамой пришли к обоюдному решению, что мне нужно поступать в колледж. Потому что, ну, тут как бы, чтобы не лукавить, да, я считала на тот момент и до сих пор считаю, что это мое, мое как бы вот то, ради чего я должна быть. А вот скажи по поводу песен, ты помнишь свою первую песню, которую ты написала вообще? Да, а вот это было два бета... И когда это было, кстати? А, когда это было, я сейчас... Ну, примерно, точно. Это был второй, второй курс. Второй курс колледжа, а год это был... 2011? Нет, 2012, 2012 год. Ну, это совсем недавно. Ну, считайте, да, ну так... Ну, ты молодая девушка. Слушай, я о чем хотел сказать. Вот сейчас, когда ты ее помнишь, эту песню, хорошо, да? Подождите, я вспомнила, еще была одна песня, вот она была самая первая, ну, тоже 2012. Вот самая первая песня, о чем я хотел спросить. Когда ты ее слушаешь сейчас или поешь, я не знаю, да? Как ты к ней относишься? Потому что отношение может быть разным, да? То есть ты ее поешь до сих пор, и она, возможно, будет в репертуаре концерта. Да, будет. Или ты слушаешь и думаешь, бывает такое, да? Как я это могла написать, что это было вообще, зачем? Ой, слушайте, это смешная песня. Я вам скажу, почему. Во-первых, она на английском языке. Ага. Текст ты писала сама тогда уже? Да, да. Это смешно по посылу, потому что я писала песню о том, что я не буду писать тебе больше песен о любви. Но она веселая, то есть она претензиозная и такая вот, знаете, из рода, простите меня, все мужики-козлы, вот реально. Вот такая песня. Спасибо. Да, понимаете. А мне было, дай бог памяти, 15 или 16 лет, понимаете? У меня такие выводы уже сложились. Потому что ты была мудрым ребенком. Очень, вообще, просто кошмар какой-то. Вот, но она была такая немножко soul-фанк. И мы сейчас так сделали аранжировочку, играем ее soul-фанк. Она у нас как танцевальная песня. И, в принципе, она достаточно игривая. В данный момент она еще игривее, чем тогда, если тогда я к ней относилась прям серьезно. Ну, потому что девочка немножечко подросла и стала понимать о жизни. И о мужиках, не будем говорить. Да, боже, в эту глупость вообще, конечно, да. И сейчас это просто как танцевальная песня в нашей программе. Очень крутая, люди ее, правда, очень любят. Она будет на концерте 2 августа? Она будет, да, на концерте. Слушай, я хочу, чтобы ты сейчас... Скажи, пожалуйста, всей мужской части нашей аудитории, что ты поменяла свое мнение с годами о мужчинах. Конечно, поменяла. У меня замечательный молодой человек. Я, в общем, уже очень много лет вместе. И вообще мужчины, это, на самом деле, очень мудрые люди. Хотя женщины считают по-другому. И в отношениях всегда друг друга все обучают. А не так, что кто-то несет ответственность за кого-то. Я считаю, что опыт, он абсолютно взаимопередаваем в отношениях. Главное, чтобы люди это понимают. Алина, вот сейчас были правильные слова абсолютно. Да. Я с тобой согласен. Слушай, по поводу концерта, да, 2 августа, который пройдет совсем скоро. Там будут песни на английском языке? Да. Много будет? Сколько будет на русском? Ну, примерно так, в процентном соотношении. Английских песен будет всего две. Обе они вот такие вот фанково-соуловые, танцевальные. Все остальные на русском языке. То есть две песни на английском и 12 на русском языке. И, да, окей. У меня еще один вопрос есть, я хотел задать по поводу песен, кстати. Но я думаю, что мы вновь прервемся сейчас, друзья. Послушаем какую-нибудь песенку и вновь продолжим эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Адалина Моисеева у нас сегодня в гостях и Игорь, который с гитарой. И, кстати, у нас впереди еще песня «Живьем». Как она будет называться, кстати? Любить в такт. Любить в такт. Приджазованная? Нет. Нет. Ну, окей, дождемся обязательно, друзья. Доброе утро, скоро вернемся к вам. Друзья, еще раз доброго утра понедельничного. Да, не пятница сегодня, все-таки большому сожалению. Но большому счастью у нас сегодня замечательные гости. Адалина Моисеева, Игорь, еще раз спасибо, что пришли. Мы еще у нас впереди же одна песня живьем будет. Это прекрасно. Вы споете, мы послушаем. Но вопрос, который я хотел задать до перерыва, я все-таки о нем помню. По поводу английских песен и русских песен. Вот есть все-таки исполнители, которые, ну, наверное, справедливо замечают, что, ну, какие-то такие вот джазовые, фьюженовые, фанковские песни на русском, ну, не очень русский язык для этого предназначен, говоря грубо, да? Потому что английский, он как-то подложится более правильно. Ты вот с этим поспоришь или согласна полностью? Не буду спорить. Сама придерживаюсь той мысли. Есть определенные стили, которые пришли к нам из западной музыки, на которые мы прекрасно можем оложить русский текст. Да, ну, это такое искусство вообще отдельное, я считаю. Но я считаю, что не совсем еще плотно до нас дошло, но оно дошло. Но что касается культуры, я считаю, что в данном случае ты точно должен понимать, что за жанр и почему ты выбрал именно его, а не просто потому, что это стильно, модно или фирменно, и на него уложить русский текст. Именно тогда это уже звучит негармонично, когда человек это выбирает только путем. Но это же фирменно. Как я буду делать обычную там боп-музыку, если вот джаз — это качественно. А я еще и русский текст туда прилеплю. Иногда другого слова не найдешь. Вот прилюблю, и будет вообще супер-классно. Нет, это такой микс, это очень-очень сложно. Это должно быть чутье, я думаю, к этому. Слушай, ну а вот по поводу поп-музыки, кстати, ну, понятное дело, что любой исполнитель заинтересован в том, чтобы его песни услышали как можно больше людей, да? Ну, совершенно нормальное желание такого любого человека абсолютно творческого, да? Как-то у вас была мысль, как-то вы отслеживаете тренды какие-то, да? Как-то смотрите, что модно сейчас, какое звучание немножечко... Вот слишком у нас все это звучит как-то... Надо бы сделать поп-попсовье звучание. Вот есть такие мысли появляются? Или исключительно вот то, что из души идет, из сердца? Вот то мы и будем делать, потому что в первую очередь это нравится нам. Или все-таки вы смотрите на все эти дела, о которых я говорил? В первую очередь это нравится нам. Мы за честность. У нас есть песни, которые, пожалуй, не звучат, наверное, в трендах современного времени, но в этом, мне кажется, и их такая честность. И, может быть, я не побоюсь этого слова оригинальность, не знаю. А что касается трендов, у нас есть человек в коллективе, который очень это любит отслеживать. Игорь? Нет. Нет? Это Михаил Зуев, он наш аранжировщик и клавишник. Вот. И он любит это отслеживать, и всегда, когда мы что-то приносим, он говорит, ну вот, типа, послушайте. Вот сейчас это вот так вот. И мы с ним соглашаемся, и мы это стараемся по большей части соединять в себе. То есть все-таки оригинальную нашу идею. А он уже просто привносит какие-то краски, которые дадут этой композиции звучать в нынешнем времени актуально. Ну это то, о чем ты говорила, электроники добавляете, да, туда вот это все? Да, 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 потому что сейчас все-таки время электронной музыки, это факт. Хотя, послушав ваши сегодняшние песни, я думаю, что большинство зрителей и слушателей готовы оспорить. Ну, как бы... Потому что они слышат, это прекрасно все-таки. Давайте еще одну песню споем. Да. Как она называется? Называется «Любить в такт». Вот она, наверное, все-таки ближе к поп-музыке. И изначально звучит прямо в электронной аранжировке, но вот если придете на концерт, то услышите. И также мы записываем на нее видео. Вот, оно в скором времени выйдет. Это прекрасно, потому что у нас телерадиоканал, поэтому ждем уже сейчас. Да, да, да. Ну что, давайте петь. Да, конечно. Аделина Моисеева прямо сейчас в прямом эфире на телерадиоканале «Страна.ФМ». Поехали. Говорят, снега нет уже неделю. Говорят, февраль закончился вчера. Мне казалось, стрелки часов заледенели. А прикосновения твои еще горят. Стали эти стены мне лучшими друзьями. Стал очень легким дышать в огромной тишине. Мне казалось, к этому немного привыкаю. Поехали. 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 В береге судьбой Пустоту уносит меня Теперь течение Оказался берег мой Без тебя немой Я устала биться До самого порога Я устала драться За место в темноте Мне казалось Я могу проплыть Еще немного И я снова потеряна в тебе Давай все Все себе простим Давай сделаем все не так Пускай Пьется мелодия и ритм И мы Будем любить так Давай Все себе простим Давай Сделаем все не так Пускай Пьется мелодия и ритм И мы Будем любить так Пускай Пьется мелодия и ритм И мы Будем любить так Давай Все себе простим Давай Сделаем все не так Пускай Пьется мелодия и ритм И мы Будем любить так Ну на самом деле Вот как-то хочется покричать Но песня такая Тихая, душевная Очень Поэтому браво Еще раз большое спасибо Адалина Моисеева Знаете, что в случае, когда я говорю Звучит как с пластинки Ну все нотки прям Вот как они должны быть Вообще супер Спасибо Слушайте, давайте еще раз Поскольку подходит к концу Наше сегодняшнее время Давайте напомним еще раз Всем, когда концерт Где, во сколько приходите Сколько это будет Ну вот все подробности Еще раз Пробежимся по ним 2 августа Мы даем большой сольный концерт В клубе Алексея Козлова Сбор в 20.30 Мы очень вас ждем Это будет презентация Нашей новой Полной авторской программы Ну окей Приглашаем всех Без исключения Приглашаем Возрастных ограничений никаких нет Никаких И дети, и взрослые, и пожалели Все, 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 кто собирается Приходите, обязательно приходите Еще раз Все это будет 2 августа В клубе Козлова Правильно же? Да, да Аделина Игорь, спасибо большое Спасибо вам Еще бы можно было попить Но время заканчивается Поэтому ждем в следующий раз Спасибо, что пришли Спели и замечательно Душевно поговорили Спасибо вам огромное Друзья, ну все Мы с вами на этом прощаемся Я вернусь вам к завтра Уже в 7 часов утра Как обычно Меня зовут Влад Кутузов Пока Всем счастливо Это телерадиоканал Страна ФМ На всякий раз Всем доброе утро И до скорого Пока